А ну-ка давай-ка, плясать, выходи, а? Всем привет, вы на канале А ну-ка давай-ка. И сегодня у нас будет диайвай. Так, пушистике, вы знаете какие сейчас самые популярные игрушки? Ну конечно, это куколки Лол. Правильно, Бакюша. А вы знали, что у этих куколок есть питомцы? Там котики, собачки и даже кролики. И называются они Лол Пэтс. Ну и что, у нас все равно такие не продаются. И не надо, ведь я все могу сделать своими руками. А точнее, я решила представить, как выглядели бы вы с Баффи, если бы были Лол Пэтс. Это у нас Баффи Милаффи, а это кот Малыш. А что, вроде похожи. Правда? Анюта, ты молодец. Ну я еще ничего. Очень классный рисунок, сейчас будем разукрашивать? Нет, все гораздо круче. Ура, будет три маркера челлендж, мне чуть поменьше. Ах, хвостики, вы вообще не про то думаете. Конечно, для тех, кто хочет разукрасить эти рисунки или повторить мой мастер-класс. Я знаю, знаю, ты оставишь эти рисунки в нашей группе ВКонтакте. Верно. Ребята, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Ведь сегодня будем делать 3D модельку. 3D модельку, ура! А вот 3D ручка. Ура, я так ждал. Малыш, угомонись, а то опечешься или развалишь тут что-нибудь. Кстати, сегодня мы будем делать именно фигурку малыша. Потому что у меня есть все необходимые цвета. А для моей? Для твоей фигурки я закажу цвета и вообще буду ее делать, если многим ребятам понравится эта тема и это видео. Вот, из фольги я сформировала каркас для фигурки балыша. А как мы поймем, что ребятам понравилось? Ну давайте так, 20 тысяч лайков и я делаю фигурку Баффюши. Эй, Баффи, стой, отдай. Ах, грызунья ты моя миленькая. Извините, я что-то разволновалась. А что это вы кушаете? Это съедобный листочек? Ничего он не съедобный. Давайте уже начинать. Полностью покрываю каркас белым пластиком. Ручка включена на среднюю скорость. И я стараюсь наносить линии плотненько друг к другу, чтобы перекрыть всю фольгу. Кстати, фольга очень нагревается. Я бы сказала, что горячевата. Ну что скажешь, Баффи? Знаешь, на рисунок как-то мало похоже. Кое-чего не хватает. Ты права, тут явно не хватает лап. Буду наращивать лапу слой за слоем, как 3D принтер. И фиксировать пальцами. Пластик твердеет не сразу, а какое-то время, пока теплый, поддается деформации. То есть можно изменить форму. Ну вот, основа лапок готова. Проверим. Стоит, супер. Ну что ж, малышочек, не спи. Почеши, потеши еще. Все ясно с тобой, сонный кот. Батюша, чего еще не хватает? Ушей. Ушей так ушей. Продолжим. Будем наращивать пластик точно так же, как в лапках, только утончаясь к верхушке. Анют, я чувствую странный запах. Кажется, что-то испортилось. Это пластик плавится. Фу. Не волнуйся, этот запах безвреден. Вот наши ушки готовы. Переходим к интересненькому. С помощью карандаша наметим линии на мордочке и заправим в ручку черный пластик. Выставляем минимальную скорость рисования и намечаем глаз. Потом можно скорость прибавить и заполнить глазик полностью. Аналогично рисуем второй. Сейчас фигурка напоминает мне мумию или котика призрака. Добавим носик. Такой аккуратненький треугольничек. Ну и конечно, какой же кот-малыш без своего неповторимого пятнышка от носика ко лбу. Дальше намечаем линию, разделяющую черную и белую шерстку. Анюта, посмотри, пожалуйста, уже похоже на рисунок? Хорошо, давай сравним. Мне кажется, уже что-то намечается. Я уже жду не дождусь посмотреть, как в итоге получится. Чуть не забыла. Нужно аккуратненько нарисовать миленький ротик на самой маленькой скорости. Эм, нормально. А что дальше-то? Мне нужен оригинал. О, малышок, поверни, пожалуйста, голову вот этим боком. Я сплю. Ну, котик мой. Ладно, тогда начну с этого. Тут закругленная, хотя... Да что, а где мой хвост? Я еще не дошла до хвоста. И у меня спинка черненькая. Для этого я тебя и позвала. А, ну хорошо. Надо, чтобы я красивенький лоупец получился. У малыша получается такая маска, переходящая в накидку на спинку. У меня тут на рисуночке виден левый бок малыша. Повторим тот же узор на 3д модельке и заполним черным пластиком. Продолжение следует... Теперь узор на правом бачке. Сравним с неповторимым оригиналом. Малыш, позволь я посмотрю на твое пятнышко. Ну и такой узор... Ага, попробуем повторить. Так, знаете что? Я забыла про свое любимое пятнышко. Прямо на животике моей кота пандочки. Кстати, а кто-нибудь помнит, как я впервые заметила это пятнышко? И малыш засмущался. Он тогда был совсем еще котеночек. Кто помнит, лайк. Кажется, уже очень даже похоже на окрас шерсти малыша. Сейчас нарастим хвостик и закрасим заднюю лапку. Ну вот, все части тела на местах. Ой, нет, лопатульки забыла. Анют, а как звали бы малыша в Лол Пэтс? А, эм, малыш? Ну или не знаю, ребят. Придумайте, как назовем эту фигурку. Или же оставим имя малыш. Напишите свои варианты в комментариях. Ой, ну я не могу. Он такой уже миленький. Осталось самое главное. Глазенки нашего крохотульки. О, в общем, из-за того, что у меня зеленый пластик прозрачный, под ним просвечивается черный. И цвет глаз получается не яркий. В следующий раз, работая с прозрачным пластиком, буду сперва наносить белый, а не черный. Ну да ладно, думаю, это совсем не беда. Он и так супер-пупер милаш. Кстати, о милоте. Ребята, спасибо вам за ваши добрые, милые, искренние комментарии. Вы у нас самые лучшие подписчики. Каждому передаю привет и бусечку. А теперь лайфхак. У меня нет серого цвета, но я его могу получить, когда меняю черный пластик на белый. Или наоборот. В момент замены цвета смешиваются. И уже этим серым цветом я нарисую подушечки на лопатульках малыша младшего. Или лол малыша. Надо срочно придумать, как его называть. Все, подушечки на лапоньках готовы. Остался последний итоговый штрих. Блики в глазах. Опять же на самой маленькой скорости приплавляем малюсенькие шарики. Повторяем на втором. И делаем столько бликов, сколько потребуется. Немножко терпения, и вроде бы все получилось. Уже можно поворачиваться? Можно. Покажи, выказай мне. Ой, какой милашечка. Он супер няшный, как наш малыш. А нет, ты же сделаешь и меня лол. Сделаю, Баффюша. Дождемся 20 тысяч лайков и сразу сделаю. А ты малыш что думаешь? Это так необычно вести себя в стиле лол. Ему только аксессуаров не хватает. А это идея. Я бы могла сделать для этой игрушечки разные аксессуары. Например, ботиночки, кофточку, очки. А еще бабочку супер кота. Точно. Ребята, как вам такая идея? Напишите в комментариях, что можно сделать. А мы сейчас сравним сходство с нашим оригиналом. А заодно узнаем особенности окраски малыша. Мордашка, тут все сходится. А на щечках? На правой один в один. И слева тоже очень похоже. Потом посмотришься в зеркало. Так, на грудке все беленькое. А вот на правой передней лапке пятнышко. Тут оно тоже есть. Ага, покажи нам свой животик. Моя любименькая красивенькая пятнышко. Есть. Лапки как в штанишках. И бочок прям как под копирку. На правом бочке мы видим пятнышко. Оно есть. Можно сказать клон. А что это вы тут делаете? Учете, вы купили копию малыша. Это Анюта сделала. Мурка, а хочешь я и тебя сделаю в образе лол пэт? Хочешь что ли? Конечно хочу. Знала бы я, что вы тут так веселитесь. Рэнша бы пришла. Вот именно. Ребята уже скучали по тебе. Итак, пока что у меня есть эскиз Бафюши в роли лол. Да, меня если что первую рисуй. Хорошо. А ребята могли бы пока нарисовать Мурочку в роли лол и прислать нам в ВК. А еще можете рисовать наборы аксессуаров для наших лол пэтс. Да мы с такими темпами свою серию лол саров выпустим. Ахаха, это точно. Ребята, вам же нравится мой лол брат? Мне нравится, я хочу и себе лол сестру. И я очень хочу. Поэтому ребята, поставьте пожалуйста лайк. Да, мои дорогие. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok